Каким специальностям можно обучиться в родном городе? На фестивале профессии ответы на этот вопрос получают сотни старшеклассников Серпухова. Во Дворце культуры России сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи провели акцию в десятый раз. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? При виде такого количества юных лиц неизменно приходят на память эти строчки Маяковского. Десятый фестиваль профессии призван помочь сегодняшним старшеклассникам определить свой жизненный путь. Пред вами сейчас стоит очень сложный выбор. Идти дальше, учиться и поступать сразу в институт. Или освоить сначала профессию, а потом уже или работать по профессии, или дальше получить высшее образование. Выбор непростой, поэтому, дорогие ребята, посоветовавшись с родителями, с вами, преподавателями, внимательно побеседуйте с теми ребятами, которые уже учатся, с их преподавателями. Сделайте, пожалуйста, правильный выбор. Десятый фестиваль считать открытым. Выбор профессии – дело серьезное. Если человек не знает, какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет по пугам. В течение всего дня вы сможете посмотреть, познакомиться и узнать о тех профессиях, которые на сегодняшний день доступны. Вы можете посмотреть и в деле, какими знаниями, умениями, навыками вы будете обладать, получив данную профессию. Как найти себя в будущем с этой профессии и на рынке труда. Дерзайте, выбирайте, и мы будем вами, конечно же, гордиться. И погружение в профессии для старшеклассников началось. Собака порода Малиноа бельгийская овчарка – это щенок. Четыре месяца покажет вам первый отзыв тренинги. Милка. Команда лежать. Подзывка за это. Команда рядом. Студентку второго курса кинологического факультета Губернского колледжа Веру Сидорову школьники буквально засыпали своими вопросами. Чему научила свою хвостатую воспитанницу, она продемонстрировала участникам фестиваля. Поступила я, потому что я люблю собак, люблю с ними работать, люблю с ними контактировать, с ними легко. Ну, мне дается легко, я с детства с собаками постоянно. Будущим Вера планирует работать на таможне или в полиции. Будет помогать бороться с преступностью. И она далеко не единственная, кто мечтает о работе в МВД и в МЧС. Как отмечают сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, сегодня немало школьников, которые делают выбор в пользу действительно нелегких и даже опасных профессий. Действительно, 10 лет назад были нужны юристы-экономисты. Сейчас выбирают ребята совершенно другую профессию. На первом месте ребята выбирают силовые структуры. Это военная служба, это ФСБ. На втором месте у нас промышленность, программирование. На третьем и четвертом уже идет медицина, педагогика. И отрадно отметить, что ребята все-таки более осознанно подходят, что нужно, какие профессии востребованы. У нас город промышленный. Предпочтения сегодня изменились. В будущем школьники хотят получить не только интересную, но и перспективную, высокооплачиваемую работу. Многие идут спасатели, пожарные, строители. Обучается, не выезжая из родного города. В одном только губернском колледже 13 факультетов. Здесь, кстати, есть одна из самых оплачиваемых и востребованных строительных специальностей. Сварщик. На фестивале профессии в этом году приняли участие 11 средних образовательных учреждений. Большое количество школьников у стендов Серпуховского колледжа. Какую профессию вы представляете? Мы представляем технологии металлообрабатывающего производства. Код спитальности 15.02.15. Срок обучения составляет 4 года 10 месяцев. Интересные ребята учатся в колледже. Кстати, определиться с выбором профессии многим помог им на такой фестиваль. Нравилось что-то пилить, изготавливать, просто что-то делать. Пятый год учусь, не разучарован, наоборот, только рад. Успел поработать по специальности. Инженером-конструктором на заводе «Металист». Отдел гражданской продукции. Около тысячи старшеклассников сегодня пришли на фестиваль профессий. Среди учебных заведений и техникум из соседнего Чехова. Среди его выпускников был правнук Александр Сергеевич Пушкин. Он учился на зоотехнике. Конкурс у нас с каждым годом увеличивается, потому что большой спрос на рабочие специальности. Технолог молока, технолог мяса и механик. Все у нас склонность к молочной промышленности. 80% ребят у нас работают на Даноне. Не ошибиться в выборе специальности и выяснить, какая сфера ближе, гуманитарная или техническая, помогают специалисты Центра по профориентации. После общения с психологом, девятиклассник Паша делает для себя серьезный выбор. Я решил стать автомехаником, так как меня привлекает машины и все, что связано с машиностроением, с техникой. Я посмотрел, как собаки хорошо выполняют приказы своего хозяина. И я подумаю себе купить собаку и торт начать что-то дрессировать. А если мне это понравится, стать кинологом. Не все, кто пришел сегодня на фестиваль профессии, определились с выбором. Но для окончательного решения есть еще время. Впереди целый год учебы в школе. Но сегодняшняя акция, общение со студентами и специалистами Центра, помогут старшеклассникам задуматься о своем будущем. Субтитры создавал DimaTorzok